Мы приехали в Владимир, чтобы посмотреть не только на удобный и вместительный общественный транспорт, мы также обратим внимание на состояние остановочных павильонов. Как мы видим, они чистые, приятно находиться даже туристам, приезжим, и, соответственно, другим регионам нужно брать с этого пример. Как во Владимире обстоят дела с расклейкой объявлений, с незаконной? Как происходит борьба с этим негативным явлением в жизни любого города нашей страны? Ну, знаете, я бы сказал, что во Владимире эта проблема не очень актуальна. Все это инициирует глава администрации города Владимир Андрей Шухин. Он ежедневно, его рабочий день начинается с объезда города. Он смотрит в том числе и вот по этому вопросу, если какие-то замечания у него возникают. У нас есть группа в Вайбере управления ЖКХ, сразу фотография с адресом отправляется, все ответственные лица видят это. Главы администрации следят за этим, сотрудники управления ЖКХ, сотрудники Центра управления городскими дорогами, которые являются балансодержателями этих остановок, вот, они эти все объявления просто не допускают. Значит, если, ну, как мы понимаем, оштрафовать человека, там, составить протокол об административном правонарушении, он уже только в тот момент, когда он клеит это объявление, да, это такие, ну, случаи крайне редко происходят. В 2018 году не было таких протоколов. Но выяснить, что за компания или в интересах кого это объявление расклеивается, у нас этим занимается вместе с правоохранителями управления экономической безопасности администрации города Владимира. И людей, выявленных на административную комиссию, приглашают, руководителей компании приглашают и просят их в добровольном порядке убрать незаконно расклеенное объявление, потому что объясняют, что мы живем с вами в хорошем, красивом городе, не надо его портить. А сколько остановок в городе Владимир и как распределены, кто их содержит, смотрит, как это все устроено? В городе Владимире примерно 300 остановочных пунктов. Из них 123 – это павильоны, вот так вот, подобные этому. У нас три рекламные компании, крупнейшие из них, которые «РусАутдор». Они, в принципе, у них есть люди специальные, которые по утвержденным графикам несколько раз в неделю проезжают по своим пунктам, смотрят за порядком на этих остановках. Они, значит, эксплуатируют их в своих интересах, ну, потому что размещают рекламу, но, тем не менее, время от времени выходят на администрацию города с тем, чтобы, ну, улучшить удобство, комфорт для горожан. Они придумывают разные такие штуки. Вот, например, у нас в прошлом году появилась остановка, вот такой же, значит, павильон, где они устроили теплый пол, то есть незамерзающая. Она довольно, ну, хорошо прижилась среди пассажиров, они, как бы, одобрили это дело. Там нет ни наледей, ни снега, ничего. Ну, другое дело, что расход электроэнергии пока такой, что они все остановки, ну, как бы... А это было сделано за счет именно... Это за счет компании рекламной, да. Просто они спросили разрешение... Да, да, да. Наверное, к этой сети. Да, 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 да. Ну, они все это оплачивают, как бы, сами свой бюджет. Вот, совсем недавно, в апреле этого года, они, значит, оборудовали две остановки, но это в центре города, у вас Золотых Ворот, и около... На театральной площади, напротив Сума-Валентина, разъеманы для подзарядки мобильных устройств, то есть там 4 USB-порта, вот, так как люди на остановке могут подключить там мобильник там свой, планшет или компьютер подзарядить, пока ждут общественного транспорта. Ну, у нас общественный транспорт ходит довольно-таки часто, и, в принципе, вряд ли за это небольшое время. Ну, позвонить куда-то там, подзарядиться, позвонить, срочно звонок...